Мне всегда в жизни именно посещают такие моменты, когда мне нужно перебороть себя. И я здесь главная звезда, и от меня очень многого ждут. И тяжело очень справляться с этим давлением, но у меня получается. Заебал он нахуй уже, дебил, блядь. Привет, друзья, это Егоров. Философский ролик нас ждет. Ну, смотрите. Тудротс на спорте, 127 тысяч в онлайне. Абсолютный рекорд. Я уверен, миллионы совокупных просмотров. Но вот есть одно событие и одна личность, которая на данном этапе полностью меняет историю медийного футбола. Хотя не только медийного футбола, но, возможно, и персональную, личную историю также. И да, конечно же, этот человек краб. А вот теперь герой, смотри, а теперь он герой. Теперь он герой, король селфи. Да, теперь или сейчас он действительно большущий герой. Участие в голевой атаке, победа, выход в финал, тусовка с болельщиками, селфи и осознание того, что да, я принес эту победу. Пацаны сказали, Жека, Неки, ты вообще все, чтобы я не расстраивался, все нормально, забыл это и вышел, доказал. Так и случилось. Сразу скажу, у меня нет цели хейтить Тудротс или Крапа. Тудротс на протяжении всего турнира играют лучше остальных и ведут себя, возможно, тоже лучше остальных. Возможно, поэтому где-то удача улыбается им. Ну, а что касается Крапа, он прикольный малый и хорошо играет в футбол. Но мне интересно, как раз в философском аспекте, а пойдет ли эта победа ему в плюс? И понимает ли он, что находился на грани тотального провала? Возможно, медийного, а возможно и личного. Вообще не знаю, как такая система работает. Меня всегда в жизни именно посещают такие моменты, когда мне нужно перебороть себя. И я здесь главная звезда, и от меня очень многого ждут. И тяжело очень справляться с этим давлением, но у меня получается. Сейчас я разберу эту ситуацию с Крапом, Тудротс и на спорте отдельно. Ну, а пока же хочу напомнить, друзья, что ставки лучше всего делать на Бэтбум. Это и мой партнер, и партнер Броуков. И чем чаще вы проходите по ссылке в закрепленном комментарии, тем лучше и качественнее я буду делать видео, потому что в течение ближайшего времени я действительно собираюсь их делать. Там и Кубок Фиферов, и МКС, где Броуки будут участвовать. Так что проходите по ссылке в закрепленном комментарии, будем делать ставки вместе. Я их обязательно буду публиковать в большом количестве, ведь скоро начинается РПЛ. Ну, а сейчас вернемся к Крапу, который в этом матче после всех скандалов и после того, что он забил всего лишь один пока что мяч, да и тот с пенальти во всей МФЛ. И вот он в критический момент должен попасть в основной состав команды Дмитрия Кузнецова на игру с на спорте. На важнейший матч и, скорее всего, на рекордный матч. Это тогда уже было ясно. Сейчас тогда секрет выдам, хотя я не должен говорить, но на установку Крап опоздал сегодня. Да что такое! И он должен был играть в основном составе, поэтому вместо нее карета вышел. Это я вам просто говорю. Человек, если... Ну, я уже устал говорить, я устал с ним бороться. Он должен повзрослеть, должен понимать, где он находится. Понимаете, если бы кто-то другой был, да, может быть, он поставил состав, но не здесь. В словах Кузнецова абсолютно нет нелюбви. Кузнецов вообще не похож на человека, который может кого-то не любить. Скорее, Кузнецов похож на человека переживающего. И я думаю, что Крап, наоборот, у Кузнецова любимчик. И Кузнецов очень хочет. Очень хочет. Возможно, сильнее всего в Тудрос он хочет, чтобы Крап взялся за голову. Чтобы Крап играл в футбол на том уровне, на котором он может. И чтобы Крап, в том числе, я думаю, Кузнецов где-то подспудно понимает, чтобы Крап не провафлил свою медийку. Именно поэтому, по-отечески, он и пытается наказывать Крапа. И говорит, что если бы кто-то другой так же опоздал бы на разминку, на минуту, то другого он бы мог выпустить. Но с Крапом так поступать абсолютно необходимо. Ведь даже Кузнецов понимает, что в данный момент критическая масса нарастает. Дело здесь и в том, что Крап иногда гордится тем, что не спит перед играми. Дело здесь и в том, что у Крапа ухудшается статистика. Дело здесь и в том, что Крап все чаще мелькает в скандалах. И что уровень любви к нему, как к медийной персоне, он достаточно высок. Но теперь это любовь. Связана не с почитанием, связана не с тем, что Крап кого-то мотивирует. А скорее с интересом, как к медийной личности. И поэтому Кузнецов хочет направить Крапа в правильное русло. В том числе и наказывая. Можно вопрос, как можно опоздать на предыгровую установку? Это не ко мне вопрос, к нему. Когда ты приехал в Нижний ради, собственно, этой предыгровой установки? Я бы наоборот пришел и сидел бы 5 минут до установки. До установки за 5 минут и сидел бы, ждал этой установки. Ну, видно, я не знаю, что с ним творится. Давайте, может быть, поймет, возмужает и будет делать как нужно. Но главное, что тренер продолжает верить Крапа. Придумывает ему разные роли на поле. Дает установку, что вот, братан, с твоими словами ты должен выходить, отбросить все. Выходить, подавать, забивать, показывать себя лучшего. Если ты считаешь себя крутым, сделай это на поле. Такая установка Кузнецова. Посмотри-ка, посмотри-ка на это. Крап собирается выйти на поле. Ты должен выйти забить сейчас. Ты должен выйти забить. Обыграть, пробить, обыграть, подать в нахуй. Пусть они там летят. Слоник отдыхает, ты 20-ка нахуйячь минут. В полную. Дань, но, сюда, я тебе буду подсказывать. Ты здесь. Окей? Да. Но, проведя турнир где-то близко к грани провала, Крап выходит на поле и в ключевой момент, в конце первого тайма, выдает такой футбол. Просто посмотрим на все его действия и послушаем Кузнецова. Итак, считаем. Первое касание мяча Крапа. Он вроде бы нормально его достает, но решает сделать хитрый финт и сам себе попадает в ногу. После чего теряет мяч и совершает фолл в атаке. Крап настроен, но это пока ему не помогает. Второе касание мяча Крапом. Сброс ему, попытка обработать мяч пяткой, не проходит. Опять же. Третье касание мяча Крапом. Точнее, здесь он его не касается. Здесь он находится сначала в центре поля, а не широко там, на правом фланге, где его просил Дмитрий Кузнецов. Заканчивается все тем же открыванием Крапа по левому флангу атаки на спорте. Вот сейчас оно произойдет, что существенно заужает игру на спорте. И тренер не доволен. Ты будешь ему говорить, он меня заебал. Понимаешь? Он меня заебал, блядь. Коль это там делаешь, блядь? Заебал он нахуй уже, дебил, блядь. Вот такая беседа получилась, как мы говорили, поатически, да? После первой тирады Кузнецова Крап все еще на поле. Здесь Богдан вбрасывает мяч из аута и мы видим, что Крап лежит. Ну, повторя, будет все понятно. В данном эпизоде не было никакого грубого фола, а наоборот заметная игра ладо в мяч. Двигаемся дальше. Здесь Крап совершает первое полезное действие, вынося мяч в аут. Но вряд ли этого от него ждал тренер. Опять мяч у Крапа. Передача куда-то в район Казани, наверное, из Нижнего Новгорода. Но еще один эпизод, когда Крап получает мяч, хочет прострелить на Кутуза, но пас у него не получается. Очередное неточное движение. То есть, примерно из шести эпизодов пять были неточными и еще состоялся один отбор. То есть, Крап, от которого ждут ключевого изменения в игре, наоборот, теряет все мячи. Даже в простых случаях, как вот в данном моменте с Эдом. Он поздно вступает отбор, и отбор у него не получается. То есть, фактически, все действия Крапа не идут на пользу команде. И здесь, когда Кутуз красиво обыгрывает защитников и делает классный пас Крапу, Крап сначала мяч не обрабатывает, а потом и вовсе фалит на ладо, подсаживая и себя, и команду на желтую. Желтую. Чужому он, блядь, он ни разу своему не отдал, жень. Ни разу, блядь. Изду нахуй, футболист, блядь. Заебал, блядь. Ну, он, правда, тут же извинился, но, конечно, будет еще эмоционировать. Это тяжело. Это трудный момент для Крапа, но надо сейчас сохранять эмоции, потому что ты еще нужен, Тудроц, парень. Поэтому, Дань. Вот на то, что ты опоздал. Это его проблема. Другие входят, а почему он не может войти? А, наверное, пацаны сказали, что ему лучше в основе выходить, да? Что ему тяжело выходить на замену. В перерыве Крап разметает все бутылки, по словам Жеки. А успокаивать его придется как раз отца мостователям, Тудроц. И в момент, когда у него что-то не получается, его убирают. Это самое худшее решение, которое можно принять, потому что Крап превращается в росомаху. Он начинает рвать и метать. Ты видел? Я его зову, Крап, давай, уходи с поля. Он мне говорит, нет, я не уйду. Я говорю, так, пожал руку и уходи. Обиделся, ушел, разъебал здесь все бутылки. Потом подошел, извинился. Да, но в перерыве все, его нормально настроили. Кузнецов же к тому моменту изменит стратегию и перестанет обращать на Крапа ключевое внимание. Конечно, он захочет ему дать второй шанс. И даже придумает, повторюсь, для него специальную роль. Здесь нельзя говорить, что тренер не любит Крапа, потому что я уверен, что в перерыве все его мысли крутились как раз о том, куда бы поставить Крапивникова. Сам же Крап в начале второго тайма стоит поодаль от команды с абсолютно бледным лицом. И тут происходит важнейшее событие, на которое не все обратили внимание. Крап-то у нас в основном играл на флангах полузащиты, а здесь Кузнецов решает поставить его центральным нападающим. Логика абсолютно понятна. В Тудротс два больших форварда. Ну, есть Карета, есть Карат, есть в том числе и, естественно, Кутуз. Но всем троим, учитывая их габариты, достаточно тяжело проявлять себя с очень быстрыми защитниками на спорте. Они играют в три. И осознавая это, Дмитрий Кузнецов специально выпускает Крапа в центр атаки, чтобы тот ловил зоны и убегал. И получается практически сразу. Вот он, первый момент, когда Крап ближе к 60-й минуте совершает, даже к 65-й, совершает первое полезное для команды действие. Убегая в отрыв, после чего на нем фалят. Он зарабатывает на спорте желтую. После чего поворачивается к трибунам, где сидят болельщики на спорте, и показывает фак. И это через минуту после того, как тренер снова в тебя поверил и выпустил тебя на поле. Но согласитесь, Рэф бы сейчас убил бы икру. Да в смысле? Нет! Почему Рэф? При чем тут Рэф? И здесь мы подходим к квадразделу, когда случайное событие, а именно решение судии, решение постороннего человека, может изменить судьбу Тудроц на спорте и личную судьбу Крапа. А также отношение к Крапу в течение следующих нескольких месяцев или даже большего количества времени. По всем правилам здесь должна быть красная. По минимальным правилам медийного футбола должна быть желтая. У Крапа эта желтая должна быть вторая. Давайте представим, что судья подходит к Крапу и эту желтую показывает. Кем становится Крап для болельщиков не только других команд, а для болельщиков Тудроц, если команда еще и проигрывает? Крап становится человеком, который погнался за деньгами на спорте. Крап становится человеком, который скандалил в том числе с командой на спорте и решал какие-то проблемы. Крап становится человеком, который, в принципе, наплевал на Текилу и других пацанов на спорте в какой-то момент и перешел в Тудроц, вернувшись обратно. Крап – это человек, который на медиалиге забил всего лишь один мяч, да и тот с пенальти. Крап – человек, который на протяжении долгого времени находил общего языка в каких-то моментах с тренером. Крап – человек, который опоздал на установку перед началом важнейшего матча. Крап – человек, который здесь же поругался с тренером от пенал-бутылки. Крап – человек, который практически ничего не создал в этом решающем матче. И Крап – человек, который подвел команду, удалившись по собственной глупости. Накрутить общественное мнение, даже общественное мнение готово было бы сам, саму накрутить здесь такой хейт, который, возможно, не снился бы даже Александру Ковалю. И Крап больше всего меня интересует этот факт. Понимает ли он, что в этот момент он стоял на краю не футбольной уже, а именно медийно-футбольной плоскости, что если бы судья хотя бы пальчиком ткнул его, а не схватил за руку и не потянул обратно, если бы судья не захотел его спасти, то, возможно, на судьбе Крапа эта ситуация в том числе очень сильно бы сказалась. А вот теперь герой, смотри, а теперь он герой, король селфи. Отвечая на заданный самому себе вопрос, понимает ли Крап, что в этой ситуации судья его просто спас, я думаю, что нет, не понимает. Потому что после матча Крап уверен, что все делал правильно. И что касается среднего пальца, и что касается остальных тем. Ведь он считает, что справился, что он заслужил победу. И я здесь главная звезда, от меня очень много ждут. И тяжело очень справляться с этим давлением, но у меня получается. И да, вернемся к началу. Крап сейчас действительно герой. Герой матча. Как будто бы он забил этот решающий мяч, а не слон. Есть такое ощущение. Хотя в том эпизоде Крап классно открылся, но все же не использовал стопроцентный момент. Это действительно парадоксально, что человек, который опоздал на установку, человек, который поругался с тренером, человек, который не забил выдающийся голевой момент, и человек, который по всем правилам должен был удалиться с поля, что этот человек стал главным героем. Это парадоксальное везение. И здесь за Крапа можно быть только радостным, счастливым. Каждый день мы с Крапом обсуждаем вот эти мелочи, которые он должен быть взрослее. Он уже должен быть настоящим лидером, который в важных матчах показывает то, что мы от него ждем. Кого еще... Но я надеюсь, что сам Даня, к которому... Я действительно хорошо отношусь, и пусть я сейчас его критикую, но это все тоже от хорошего отношения скорее. Мы же критикуем тех, кто нам по большей части симпатичен. Так вот, очень хотелось бы, чтобы сам Даня, когда в очередной раз будет слушать чью-то похвалу, или просто думать об этом дне, об этой игре с наспорте, представить себе эту картину, что ему показывают красную карточку, он уходит из поля, и наступает темнота. Даня, не надо подходить к этой грани, это во-первых. Ну, а во-вторых, нужно сказать спасибо даже не судье. Здесь он просто не решился показать красную карточку. Нужно сказать спасибо тренеру, который о тебе все-таки очень заботится. И нужно знать это, иногда, наверное, слушать его. Ну и, конечно, Жеке, Некиту и всему Тудроц. Потому что пока они носят тебя на руках и готовы это делать, успокаивать, следить и отдавать часть своей души, и фанатам тоже. Но всегда они так делать, наверное, не будут. Надеюсь, тоже увидеть Крапа когда-нибудь капитаном Тудроц. Но вот только представьте, как одно маленькое событие, одно маленькое решение случайного человека, в данном случае судьи, все меняет на черное и белое. Даже когда от тебя не совсем все зависит. Будьте удачливы, как Крап. Это был Егоров. Пока.